добрый день друзья сегодня я продолжаю рассматривать свои старые старые рецепты и нашла рецепт очень такого старого и простого пирога которого который я приготовила наверное это был мой первый пирог который я приготовила еще совсем девчонкой для пирога нам потребуется очень очень сегодня простые ингредиенты это мы возьмем 200 грамм растопленного сливочного масла или маргарина я уже растопила нам потребуется 2 стакана муки стаканы как вы помните раньше были граненые такие 250 граммовые в них примерно лезет 160 грамм муки у меня стаканчики поменьше я взяла с горкой банка сгущенки и пол чайной ложки соды которую мы погасим или уксусом или лимонным соком это все равно на ваше усмотрение все начинаем готовить берем удобную нам посуду выливаем туда сливочное масло или маргарин растопленный как я говорила это очень простой рецепт если уже я справилась в то время когда была совсем еще небольшой то я думаю любой ребенок с этим пирогом обязательно справиться и он у него получится масло выкладываем банку сгущенки это очень бюджетный такой рецепт здесь не нужны яйца никакие никакого специального приспособления чтобы сбивать наше тесто поэтому делается очень легко на 1 2 и будет готова мы ложили туда сгущенку все перемешали теперь берем соду пол чайной ложки соды гасим ее уксусом тоже вливаем в эту смесь беру пол чайной ложечки соды чуть-чуть ее гашу я правда не помню чтобы я вообще в то время гасила значит скорее всего если вы и не погасите я думаю пирог получится все перемешиваем и теперь помешивая постепенно всыпаем всю нашу муку я сегодня возьму форму диаметром 22 сантиметра если у вас будет форма немножко и побольше все равно пирог получится может быть будет там на полмиллиметра пол сантиметра пониже но он все равно получится у вас высыпаю второй стакан муки и тоже так размешиваю до полного смешивания муки с нашей масляной и составляющей я размешала тесто вот такое оно получается не сильно жидкое и теперь берем форму застилаем форме донышко пергаментом и выкладываем туда тесто я выложила тесто смазывать ничем не нужно потому что нашем пироге уже достаточно сливочного масла или маргарина немножко разравниваем сильно вы его не разровняете потому что она до 100 достаточно густое в это время вы уже можете поставить разогревать вашу духовку температуру я вам наверно точно не назову от 180 до 200 градусов зависимости от характеристики вашей духовке вот так вот разровняли и все ставим духовку и пускай печется и будем проверять деревянной шпажкой или зубочисткой по мере его выпекания у меня духовка разогрелась я поставила пирог в духовку и я думаю минут 30 он там будет спокойно стоять мне прошло 35 минут вот так он уже поднялся я проверила зубочисткой хочу еще немножечко его оставить минут 10 у меня прошло 40 минут и вот такой пирог у меня получился сейчас берем немножечко слегка слегка присыпаем его сахарной пудрой и вот такой пирог проще простого можно подавать к столу к чаю сейчас я его разрежу покажу вам какой внутри вот такой пирог у нас получился мягкий нежный сладкий делается легче простого справится каждый ребенок так что вот на этом будет и все если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь со своими друзьями до свидания